По статистике, корью чаще всего болеют дети до пяти лет. Врач общей практики Умиджан Сыздыкова отмечает, что корь является высоконтагиозной острой вирусной инфекцией и заподозрить наличие заболевания можно не сразу. Поэтому, если у человека был явный контакт с больным корью, то это тревожный звонок. Корь передаётся, как правило, воздушно-капельным путём. Опасна не только сама патология, но и последствия, которые могут быть спровоцированы данной инфекцией. К примеру, в результате заболевания у ребёнка может развиться энцефалит, пневмония, атид и, самое страшное, возможен летальный исход заболевания. Единственное надёжное средство профилактики кори – это своевременная вакцинация. Плановая иммунизация детей проводится в возрасте одного года и шести лет. С 6 ноября прошлого года в Казахстане стартовала дополнительная массовая иммунизация против распространившегося вирусного заболевания. Ей подлежат дети в возрасте от 6 до 11 месяцев и от 2 до 5 лет, независимо от прививочного статуса кори. Дети до 18 лет, ранее непривитые против кори, могут получить прививку по наверстывающей иммунизации в территориальной поликлинике. Кроме того, вакцинации подлежат медработники и все контактные лица до 30 лет. Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, паратита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Данная вакцина используется более чем в 110 странах мира, включая европейские страны. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребёнка. Производство вакцины сертифицировано Всемирной организацией здравоохранения, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Производитель данной вакцины широко известен в мире, который поставляет её больше чем в 170 стран мира. Следует отметить, что осложнений, связанных с введением вакцины, в стране не зарегистрировано. Были ожидаемые реакции, описанные в инструкции производителя, как кратковременное повышение температуры тела, покраснение, отёк в месте введения вакцины, возникающие при введении большинства вакцин. Роберт Граф, Зухарнаис Махаев, Николай Шевелев, Пятый канал.